Да, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 17 мая 2016 года. Канал Арк-Подготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Сергей и Валерий. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 536 дней. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. Так. Эфир есть, пишут. Нам прислал привет Павел Клён. Привет, Павел. Привет. Зато вопросы. Живую в семье в Алматы жить тут трудно и экономически и морально. Ведь это не Родина, мы тут чужие. Очень жду революции. Жду, когда Родина пригласит нас вернуться и даст нормальные условия для жизни. Будет ли законодательная и финансовая помощь пребывающим соотечественникам и какая? Как сохранить сбережения, приобрести квартиру и сдавать в аренду или хранить в валютном депозите? Что посоветовали все? И не придется ли спешно бежать? Очень много вопросов. Один человек. Не, ну понятно, но ты как-то выбрал просто. Ну, во-первых, по соотечественникам однозначно да. То есть, такие программы, которые Путин там вводит, у нас таких программ не будет, потому что это просто смешно. В России достаточное количество средств и территорий, чтобы принять соотечественников своих. И я думаю, что все будет нормально. По поводу, в чем хранить. В Казахстане я не думаю, что нужно хранить средства в национальной валюте. Не нужно же и в рублях и так далее. Ну, то есть, конечно, в долларах надо хранить, в какой-то валюте, которая, так скажем, востребована. Ну, можно какими-то позаниматься, если есть мозги, так сказать, и желания. Можно какими-то вещами позаниматься, которых сейчас полно в интернете. В том числе и всякие криптовалюты и так далее. Ну, здесь можно просто пролететь. Ну, можно и денег каких-то нажить. Акции какие-то можно приобрести и так далее. То есть, все зависит от того, насколько большие деньги. И если бы это большие деньги, то я бы не советовал вообще хранить их. Я бы советовал их использовать. И сейчас огромное количество стартапов, куда можно включиться и нормально заработать. Так что потом и программа никакая не нужна будет по поддержке соотечественников. По поводу биткоинов. Первый человек, который купил пиццу за биткоины, попал в рекорду, в книгу рекордов Диннесса, как человек, купивший самую дорогую пиццу. Потому что впоследствии оказалось, что она стоит 50 тысяч долларов. Ну да. Все очень занимательно, но пишут, что, возможно, у вас не работает второй микрофон. Саратники, вот слышно ли меня сейчас? Отпишитесь, пожалуйста. Громче, громче пишут. Ну, у меня микрофон перед собой. Посмотри, что там по звуку. Соединение. Проверь по звуку, посмотри. Самое главное. Не слышно, пишут. Вопросов не слышно. Посмотри, это. Здесь микрофон, на мониторе же видно будет. Бывает такое. Вдруг начинает что-то. Напишет громче, мы говорим достаточно громко. Видим, что с микрофоном просто. Нет, она работает. А? Она работает. Ну, слава богу. Ну, пишет, плохо слышно, значит, кричите громче. Громче кричите. Пишет, плохо слышно. Эндика, неудивительно. Энди, далеко. Вот, да. Еще вопрос задали. Не придется ли спешно бежать из-за Алматы в ближайшее время из-за политических волнений? Не знаю. Вот на этот вопрос я не могу ответить точно. Что будут политические волнения, это однозначно, что у Назарбаева, в общем-то, не все хорошо. Вернее, нет, у него все хорошо. Это в Казахстане не очень хорошо. А у него... Что, не слышно? Это микрофон работает. Микрофон нет? То есть, я сам себя слышу через ваш микрофон. Ну, это очень плохо. Тогда что делаем? Давайте говорить через один микрофон, вот так, то говорите громче в него и все. Я думаю, будет очень-очень неплохо слышно. Да, он, давай, чувствительный. Да, говорите громче и все, и будет все хорошо. Так, значит, вчера мы после эфира лазили в интернете, нашли кучу зеркал и ответ, наконец, нашли на вопрос, почему люди считают, что мы работаем в записи, да, не в прямом эфире. И оказалось, это что такое, тут все подвисло. Видишь, не только звук, это системная проблема. Какая-то... Валера и Сережа получают людей. Так, не, не получают пока. Так, что, работает, да? Эфир идет? Да, мы в эфире. Ну, все, слава богу. Ну, это, я извиняюсь, это такая системная, судя по всему, ошибка. Нам говорят, техника нас боится, да. О, и звук пошел, все, мы работаем. Да, видишь, ну, это говорит о том, что это был не технически, не издал, что там разъем какой-то не работал. Да, все пишут, ура. Ну, тогда мы не будем всякие вопросы сразу же вот перетекать. Перейдем. Тут нам написали, Россия потерял в Сирии за один день сразу четыре боевых вертолета с экипажами. Фотографии прислали. Ну, понятно, что это не оттуда фотография. Вернее, может быть, оттуда, но она никак не связана с террористическим актом. Этот вертолет явно совершил жесткую посадку, вот, Ми-24. Так что, это, конечно, фотка не оттуда. Но уверяют, что на авиабазе в Тиясе, вблизи Пальмира, уничтожены четыре боевых вертолета России вместе с экипажами. В результате, значит, взрыва 20 грузовиков с ракетами. Говорят, что это теракт. Вы еще хотели это... Да, сказать по поводу. У нас есть зеркала, которые после нашего эфира запускают у себя запись. И там написано, что это прямой эфир. Так вот, это не мы делаем, это другие совершенно люди. Прямой эфир, только на артподготовке. То есть, другие люди, ну, правильно, они делают, там, запускают. Это уже их дело, мы им не препятствуем. И благодарны, что они популяризируют. Но вот прямой эфир, только на артподготовке. И вот этот чат, который мы, так сказать, видим, вот только вот этот, который сейчас идет. Потому что там свой чат. И понятно, что я не могу его читать, потому что этот чат идет после уже прямого эфира, там, через час или через сколько. И интересная ситуация возникла. Дело в том, что у нас было три почты. Ну, я решил провести небольшую реструктуризацию. И я оставил две, чтобы лишнего не было просто. Но нам на третью почту постоянно приходили сообщения. Я не мог понять, откуда люди вообще ее знают, если ее просто нет в описании. Так вот, оказалось, что на этих каналах, зеркалах, а в описании именно эта почта стоит. И, видимо, люди, которые там сидят, пишут нам туда. То есть мы в чате, да. И вот мы говорим, что тут спрашивают, еще какие-то вопросы задают, там, про какие-то группы. Артподготовка, вот, все остальное, это наши сторонники, это зеркала и так далее. То есть это люди, которым мы благодарны, но это не мы. И когда вы там кого-то что-то спрашиваете, имейте в виду, это до нас может и не дойти совершенно. Да, и хочется сказать, что мы, конечно, с этими людьми там не боремся, это, в общем-то, тоже нужно. Не, конечно, но наоборот, я говорю, им благодарны, безусловно. То есть они там могут, в общем, делать, что хотят. Да, просто получается, что люди, которые смотрят через зеркала, могут чисто случайно сделать вывод, как раз о чем мы говорим, да, что мы вещаем в записи, что у нас какие-то подготовленные вопросы и так далее. На самом деле это не так. То есть просто на зеркалах выходят наши трансляции с задержкой. То есть там они действительно в записи, а здесь мы вещаем в прямом эфире. Это не Мальцев, это двойник. Нет, это Мальцев. Путин сегодня выступал, госсовет собрал по самой такой дурацкой схеме. Это вот, то есть это на коленке называется. Это вот на коленке. То есть человек вообще, и организаторы, я так понимаю, не занимались ничем. То есть собрали госсовет по строительству, в том числе и жилищное строительство. И, конечно, больше всего внимания этому уделили. Путин это дело открыл, потом предоставил одному, другому, там, Воробьеву, Меню, там, и еще кому-то, там, ну и так далее. Всем предоставил слово, они что-то там промяукали. И после этого он все это дело завершил. Причем открывал он вот такими речи, которые состоят из вот таких вещей, таких зонгов. Я бы даже не лозунги их назвал. Строительная отрасль – важнейшее стратегическое направление социально-экономического развития страны. Ура, товарищи, надо еще, как с трибуны этого, первомайской трибуны. А сейчас проходит, мать, там, какой, ДРСУ, там номер там такой-то, строительная отрасль, тыр-тыр-тыр, мыр-мыр-мыр. Ну вот, молодец, короче. А еще сказал, ипотека – это мощный двигатель жилищного строительства. Тоже надо было кричать «Ура, товарищи!». Ну, причем это все по бумажке, такое безумие. Но вот концовка у меня понравилась очень. То есть вот они все отговорили, взял слово «Путин», я прям вот это послушал и заслушался. Что бы я хотел сегодня… Чем бы я хотел сегодня закончить нашу встречу? Вы знаете, жилищная проблема – это вечная проблема России. Начиная вообще с незапамятных времен. Она всегда остро стояла, никогда не была решена. От людей, которые находятся сейчас в этом зале, зависит решение этого вопроса. И надо было даже сказать – не воруйте, суки! Но нет! И вы знаете, что интересно, и что очень важно, что я хотел бы до вас довести. Все вы, все мы вместе взяты и можем решить эту историческую задачу. Казалось бы, что она неподъемная. Так же, как и строительство дорог в России с ее необозримыми территориями. Построить нужное количество дорог кажется невозможным. А вот нужное количество жилья точно возможно. То есть Путин расписывает, что дорог не будет. Вот четко прям говорит. Вот жилье можно еще как-то построить. А вот дороги хрен вам. Понимаешь? Потому что вот такие территории, поэтому больше 52 тысяч километров дорог, ну никак мы не можем построить на 17 с лишним миллионов квадратных километров. Вот. И дальше про ипотеку и так далее. Но говоря о том, что любой каприз за ваши деньги безумен. Безумен. Но мне понравился сам подход. Я думал, что что-то я не дослышал. Да, как-то не так услышал. Я взял с официального сайта распечатку. Да, он говорит, что дороги построить мы не сможем никогда. А вот жилье еще построить. Вова, построим дороги. Построим. Не волнуйся. Даже ты еще увидишь через решетку, отличная дорога будет проходить мимо. Увидишь? Вот. И как ответ ему, так сказать, ответ Чемберлену, который говорит про жилищное строительство. Ну это, собственно, не ответ, но практически одновременно в мирном Архангельской области возбудили дело. Потому что пять подростков вышли на балкон и балкон упал. С четвертого этажа они упали и получили травмы. И, значит, вот таким образом это такой ответ ему, да? Вове Путину. Сотрудник дорожно-патрульной службы на мотоцикле сбил пожилую женщину на востоке Москвы. Ну сейчас будет вот эта волна наездов. Посмотрите, сейчас вот как начал, так сказать, с почином называется. Сейчас один гаишник сбил бабушку и теперь начнут давить всех подряд. Потому что как так мир устроит. Семь граждан Таджикистана депортируют из России после драки на кладбище. Да. Кого это депортирует? Таджиков. А? Таджиков. Ну у них есть правовой статус у этих 100 таджиков. Кто они? Видимо не легалы. Они свидетели. А, свидетели. Они свидетели. У них правовой статус есть определенный. Более того, те свидетели, которые могут стать потерпевшими. Какой смысл депортировать свидетелей, а? Причем, я так понял, что их не семь собираются, а сорок депортировать. То есть, всех тех, кто может дать какие-то реальные показания по делу. Тем более, свидетелей можно очень просто переквалифицировать в соучастников. Ну, это понятно. Особенно, когда этих свидетелей нет, они депортированы. И если нужно будет получить любые показания, то там в Таджикистане они дадут любые показания. Ну, хотя они и здесь их дадут. Так что, ну вот, и девять фигурантов еще было арестовано. Что меня потрясло, среди этих девяти фигурантов, бывший сотрудник патрульной постовой службы Никита Мошенко, потом вот этот, значит, Александр Бочарников, значит, подозреваемый тоже в этой... Вот я там нашел три фамилии русские. То есть, нам сказали, что... Ну, и там и видно было по видео, что дрались кавказцы с этими... С таджиками, да. Вот три фамилии, как минимум, там русские. Странные дела. В Москве задержаны участники группы. А, да, еще спрашивают, почему национальная гвардия, так называемая, путинская, не вмешалась. Они приехали заранее. Ну, а что они будут вмешиваться? Они, в общем, стояли, курили и смотрели, как развиваются события. Им наверняка была дана команда именно не вмешиваться пока. Да. В Москве задержаны участники группы, вымогавшей деньги у предпринимателей и водителей такси. Тут такая этническая группа, причем, интересно, два кавказца и один азиат. То есть, там полный интернационал. То есть, там они на Хованском кладбище убиваются, а здесь полный интернационал, когда они отнимают деньги у таксеров. Причем, мы же говорили, что рэкет пробуждается. Да, как вот, помню, книжка такая в детстве была. Мы ее дарили друг другу, потому что она никому что-то сильно не нравилась. Назывался она «Танки оживали вновь». Ну, такие книжки везде были у нас. Вот это, я перефразил, рэкет оживает вновь. Вот это сейчас совершенно очевидно. И большое количество людей уже сделали это основным бизнесом, то есть, вымогательство. Дальше события будут развиваться в еще более, так сказать, широком варианте. То есть, у вымогателей будут вымогать супервымогатели, а у них будут вымогать правоохранители и так далее. Ну, то есть, вот это вот будет сейчас замес такой идти очень интересный. Посмотрим. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального написали заявление в полицию о нападении на них в аэропорту Анапы. Да, нам тут пишут, как вы к казакам относитесь. Вот к Болтуху, который меня сегодня разбудил этой новостью, я отношусь очень хорошо. А вот к Ряжиным, которые напали на Навального, конечно, я отношусь весьма плохо и с пренебрежением, с очень сильным. Причем, тут первоначальная информация была, что их облили молоком. Ну, это действительно их облили молоком. Но они вроде как себя неправильно повели, поэтому начали их избивать. Ну, там, еще бы сказали, Навальный матом ругался, да, там, когда человека свалили и сбили ногами, он стал ментам что-то говорить. На видео это все видно. Его стали останавливать. Нельзя матом ругаться, можно только по голове ногой бить. Вот это уникально совершенно. Ну, что тут вот скажешь, понятно, то есть какие-то там нодовцы Ряжины или кто там, но, да, что ты хотел? Что бы посоветовали вот Навальному или каким-то другим его сторонникам в таких ситуациях делать? Не, ну, понимаешь, тут же, то есть на самом деле война. И надо рассматривать как войну, не надо как-то, во-первых, я людей предостерегаю, вот таких, как Навальный. Ну, я понимаю так, что он стремится занимать какую-то нишу, да, лидер оппозиции, например. Ну, не будет никогда в России лидер оппозиции терпила. Терпила не сможет стать лидером оппозиции. Вот для Навального было бы лучше, если бы он убил там кого-то из этих Ряжин, просто завалил. Сел бы в тюрьму и потом спокойно стал лидером оппозиции, да, вышел бы и все нормально было бы, да. Чем вот такие вот унизительные вещи. Ну, я видел, вот мне очень понравились мешочки вот эти вот у них, да. Ну, если человек не носит рюкзачок, вполне, так сказать, ну, как это сказать, к месту, да, к этому рюкзачку, ну, будет альпиншток там или топорик туристический или еще что-то. Ну, представь, там вот так эти нападают, а кто-то решил поиграть в меркадеры. Засадил ему в башку вот этот альпиншток и все. И все на этом закончилось. Ни одна сука больше не подойдет. Все эти казаки будут срать, блядь, дальше чем видеть, блядь. Бежать будут так, что мамы не горю. Поэтому, ну, а что, люди вот в поход собрались, вот топорик туристический. Всегда нужно понимать, что так у подонков, у них всегда есть тактическое преимущество, это большинство. Тактическое преимущество, так сказать, разрушается стратегическим преимуществом. А вот оно какое-то стратегическое, то ли у тебя альпиншток в мешке, то ли у тебя мозги в голове, вот это вы сами уже решайте. Но в любом случае нужно такие вещи продумывать и быть готовым. И каждый раз должна быть новая заготовка. То есть, чтобы каждый раз они очень сильно удивлялись, как та корова, черная и белая, да, основу. Помните, что-то они где-то удивили, черного корову, да? Вот, так и здесь вот. Ну, я бы не советую. Я понимаю, что они хотят, так сказать, группу Навального показать, что они такие вот, как это сказать, человеколюбцы, да? Яко блак и человеколюбец. Нет, они не боги, поэтому они так не должны себя вести, иначе это будет весьма унизительно. Особенно в этой стране и при таких обстоятельствах. Конечно, да, поэтому лучше кому-то просто пробить башку, и это будет правильно. Это будет правильно. Но каждый раз надо что-то новое придумывать, чтобы удивлять корову туда, да? Вот. На Алексея Навального завели уголовное дело за клевету. Не, ну мы про это еще не закончили. Подожди, вот казаки рассказали свою версию, они сказали, что они там охраняли. Ну, мы видели там какие-то казаки, менты какие-то, которые не вмешивались абсолютно. Причем Навального, я так понимаю, начали отталкивать, который что-то там пытался сделать. Вот. И я просто говорю, вот там, судя по тому, что написано и тому, что я видел, он там был с семьей. Ну, свою семью надо беречь. То есть нужно охранять свою семью и предварительно уже, когда они выезжают, нужно какие-то проводить профилактические мероприятия, чтобы когда собралась вот эта толпа из 30 человек, там, ну, чтобы она не имела тактического преимущества. Совершенно однозначно. Это совершенно разные вещи могут быть. Может быть, вообще на удалении человек с пневматической винтовкой, хорошей норикой, который двоим-троим в жопу выстрелит, они будут там летать, как эти. Просто один подъехал на машине, сидит, курит, подождал, значит, что, одному-другому врезал. Все. На этом все закончится мгновенно. Больше ничего не надо. Никому даже альпиншток в голову не надо. Но всегда нужно включить мозг и сделать несколько домашних заготовок. Я понимаю, что лень, что лучше вот прийти, ага, там, вперед. Ну, я переживший бандитские времена, знаю, что лучше подготовиться заранее. Такие вот дела. И казаки рассказали, что они там усилились, потому что какие-то неизвестные напали в пятнистой форме, напали на Навального, поэтому они там усилили посты и так далее. Какой-то там дежурный рассказал. У них есть дежурный, я не знаю, чем он там дежурный занимается, с заводкой бегает там, или зачем он там. Я так видел, потому что там толпа алкашей ряжемых была. Но Навального завели дело за клевету. Ну, я так понимаю, что дело-то еще не завели, что заявление написано, это все средства массовой информации, почему-то, ну, потому что это такая тема очень жаркая и привлекает внимание, поэтому все написали, что уголовное дело завели. Что значит завели? Ну, 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 не завели, потому что какой-то вот бывший исследователь, которого обвиняют в смерти Магнитского, Павел Карпов, он написал заявление на Навального, что тот, кто его оклеветал, что он в смерти Магнитского невиновен и так далее. Ну, я думаю, что трибунал в будущем разберется, Павел Карпов виновен в смерти Магнитского или невиновен. Я думаю, что все будет нормально. Что, Павел Карпов, не ворнуйся, мы разберемся обязательно. Там сколько Магнитский просидел в следственном изоляторе? Что, что-то не вспомню сейчас. Ну, энное количество времени. Вот ты посидишь в следственном изоляторе энное количество времени, и мы, обещаю, разберемся, виновен ты или нет. Акции в поддержку. Да, да, вот тут про изнасилованного казака, да, вот казаки там кричали, Кубань тут наша, Навальный там приперся, да, там вы, ребята, попу зашейте свою, блядь, дагами разодранную, а потом будете там кричать, что-то, блядь, артисты, блядь, хреново. Акции в поддержку РБК прошли в Москве и Петербурге. Да, ну это уже выходные дни, но я думаю, что лучшая акция в поддержку РБК, это случай на Хованском кладбище. Это самая лучшая акция в поддержку РБК, хотя она совершенно никак вроде с этим не связана, но она имеет прямую связь, и дальше будет хуже. Вот посмотрите, то есть совершенно очевидно, что Вова не в состоянии уже ничего удержать, уже у него как у того волка, вот в детской игрушке, который там бегает, яйца собирает, все сыпется, все тут. А тут надо еще за виланчелями успеть. Конвоиры сломали ребро Павленскому во время транзита через Мосгорсуд. Да, пишет, казаки позорят казаков. Реально, я вот, у меня бабушка Числова Анна Сергеевна, казачка, я считаю, что для меня позор, совершенно позорящая акция, и вообще как-то вот эти ряженые все вот эти вот ушлепки, которые там пытаются громче прокукарекать, кто больше всех любит Вову Путина, блядь, ну они, это унизительно, просто унизительно. Да, ну и, кстати, не все такие, я говорю, мы знаем наших братьев из Волгоградской области очень хорошо, там, ребят, кремень, там очень жесткий, и когда все начнется, я думаю, ну ладно, не буду говорить. Да, Павленскому сломали ребро, как конвоиры, ну это ожидаемо, в общем-то, что от конвоиров ждать в отношении Павленского? У них мозга мало, они такие, видишь, великие, и к ним сам Павленский в руки попал, ну ему ребра ломать. А Павленский вот в суд собирался вызвать бомжей, никто не мог понять, почему бомжей, ну понятно почему, а потом вызвал граждан Украины в суд. Ну, в общем, такой, ну художник-акционист, он может что угодно делать, в общем, все очень красиво получается. Мы сопереживаем, и я думаю, что те люди, которые обижают Павленского, там, Мохнаткина обижают, ну и таких остальных безобидных людей, они за это очень сильно поплатятся. Я думаю, что зря они это делают. Главврач больницы в Нижегородском поселке объявил голодовку. Интересная тема, главврач, у которого в Пижме Нижегородской области, да, нет средств содержать больницу, и главврач объявил голодовку и голодает уже шестые сутки. Ну, будем наблюдать за этим, но вообще-то тема сама очень интересная. Представляешь, то есть это уже человек, который, ну, является частью системы. Спрашивают вот достаточно часто, насколько вообще это действенный способ голодовки, насколько действенный способ протеста. Извини, про казаков, не обобщайтесь насчет казаков, конечно, не обобщаем, и обобщать не можем. Даже если вы помните, в советский период, то есть в советский период, ну, в время гражданской войны казаки раскололись на две части, на белых и красных. Но мы понимаем, что как бы они не раскололись, тогда не было среди них пидоров, да, таких вот. А сейчас есть, а сейчас раскололись на приличных, независимо от того, белые они или красные. Реально, есть красные казаки сейчас, есть белые казаки, но и те, и другие есть приличные. А есть пидоры и так называемые белые и красные, которые вове Путину там целуют попу, блядь, конченые причем у шлепки. Прокуратура Нюрбинского района Якутии передала в суд дело на 34-летнего учителя депутата, которого обвиняют в нанесении побоев школьнику. — Да, я так понял, что это год назад было, что учитель, депутат вот этого муниципального образования построил школьников, который ночью поразбудил их пьяный. Они были на каком-то там, как это, на сборах, да, на каких-то военных. Одному стукнул в живот, чтобы показать, как это трудно служить в армии. Причем я, как вот Сергей мне сказал, а я сам это нигде не вычитал, но он где-то нашел, что учитель сам этот не служил в армии. То есть получилось как в анекдоте, да, помнишь, когда, говорит, — Василий Иванович, а кто такие каратисты? — Ну-ка, Петька, нагнись. Он нагибается, Василий Иванович берет лом, как его перепоясает лом. — А-а-а, больно, говорит, ой, больно. А вот так, Петька, они рукой бьют. Вот так и этот вот Крензин показывал, как оно служить в армии, не дня там не прослужив. Забавный товарищ такой. — В Астрахани во время уличной драки взорвалась граната. — А, нет, тут еще, смотри, тут же про депутатов полно. Тут Мурманский еще депутат учудил. Он обещал застрелиться. Какой-то вот депутат Мурманской областной думы Владимир Ахромейко обещал застрелиться, если его, если попадет в список Единой России. И как вы думаете, что сделал? Попал в список. Интересно, застрелится человек или не застрелится? Ну, по крайней мере, он должен из этих списков тогда удалиться. Ну, сказать, что, ребята, насильно же его точно не тянут. Но мы вот посмотрим, специально проследим за Владимиром Ахромейко. Я думаю, что человек не застрелится и из списков не выскочит. Как-то вот я так думаю. Хотя я вот впервые слышу и вижу эту фамилию, ну, вот по ощущениям как-то вот. А в Индии депутат провалился под землю. Не видели? Видео, очень интересное, забавное. Так, ну, правда, травму получили они. И депутат же красивый такая вся в теле, такая разговаривает, что-то стал говорить и туда. И все, и три метра они пролетели. Вот у нас, видишь, постоянно открывается вход в Нарнию и тут. Но еще депутаты туда не проваливаются. А в Индии уже депутаты проваливаются. Ну, кстати, в Индии насчет дорог. Все-таки 5 миллионов километров асфальтированных дорог, в отличие от России, да. А в Индии гораздо меньше, посмотрите, на карты-то ее и не видно. Вот, поэтому, что так можно сказать, что, в общем, да, там депутат проваливается, но все остальные ездят нормально. А у нас, может, депутат не проваливаются, но все остальные зато. Депутаты на вертолетах летают. В Астрахани во время уличной драки взорвалась граната. Ну, продолжается это. И побей, мы уже говорили, что сейчас много будет разборок. Здесь на этот раз разборки таксисты повздорили из-за парковки. Ну, лукнул гранату кто-то. Как у Высоцкого, метнул гадюка и нету кука. А вот три человека пострадали. Ну, ждем дальнейших таких известий. Потому что вот эти вот гранатометчики, они будут продолжать вот эту фигню. Ну, так мир устроит. В Саратове пассажир ударил ножом находившегося за рулем водителя автобуса. Да, представляешь, водителю дал тысячу рублей, а тот ему стал сдавать мелочью. Ну, он ему засандалил ножом. То есть, уникально совершенно. Я помню, в детстве читал рассказы турецкие какие-то. Ну, там, билетристика какая-то. Там Исмаил Бей ударил в задницу ножом этого билетера. Ну, вот так и здесь тоже. То есть, по такому же малозначительному поводу. Засандалил, ну, не Исмаил Бей, видишь. Хотя, кто и знает, может, и Исмаил Бей. Ну, люди доведены до крайней степени. До крайней точки кипения и таких вещей. Гранаты вот в попу ножом. Это мы будем постоянно. Каждый день мы будем проводить доклады. А потом нам надоест, потому что этого будет уже столько. Ничего удивительного. Да, что ничего не разного. Будем просто перечитать. А сегодня вот столько-то гранат метнули, столько-то в попу ножом стукнули. В Москве пьяный покупатель травмировал младенца в супермаркете. Да, зашел пьяный покупатель. Его, я понимаю, охранник хотел вывезти. Он начал в него сетками кидаться, там, тележками. В ребенка в коляске попал. В общем-то, обычная картина. Придурок, что можно сказать. Мебельный царь загорелся в Екатеринбурге. Это признак 90-х. Сейчас гораздо хуже, чем 90-е. Посмотрите. Гораздо хуже. Да. Ну, пожары, в общем-то, вот, какие-то газовые баллоны там взорвались. И так далее. Пожары сейчас будут постоянно. Просто. Вот они, видите, идут по нарастающей. А нам будут рассказывать о том, что количество пожаров падает. Да, там, вот, каких-то пожаров там уменьшилось количество, но, а каких-то вроде, помнишь, там мы цифры приводили, осталось такое же количество. Оказалось, пожаров увеличилось вдвое. Они пишут, пожаров уменьшилось. Ну, а как ты? Ну, вот цифры. Вот они вдвое увеличились. Как ты им докажешь? Они пишут, вдвое уменьшилось. А реально вдвое увеличилось. И все. Мы говорили об этом. У нас, как бы, статистику я сейчас не помню. В Крыму женщина с ребенком выжили после попадания молнии. Да, повезло. И вот сейчас мы говорили, что очень много будет случаев попадания молнии, так что аккуратней. Будьте аккуратны. Да, поймите, что даже стоя в остановке, вот как в Саратове, на Второй Садовой, никто не может во время дождя быть гарантирован, что в него не попадет молния. Да, женщина в закрытой остановке стоит, и в нее попадает молния. Так что, ребят, все, мир изменился. Нужно подстраиваться. Порошенко присвоил Джамале звание народной артистки Украины. Да, и требует десоветизацию закончить. Порошенко, ты что, с ума сошел? Ты из Джамала сделал Кобзона. Ну, Кобзон, народный артист Украины, еще вот. Ну, вот что у людей в голове? Вот он требует десоветизацию провести до конца, там, блин, вот все улицы, там все. А это что, это не советизация, что ли? Это та же самая советизация, народная артистка Украины. Вот это вот так, это вот десоветизация, а это не десоветизация. Черт, такое, я не понимаю, как тут странный какой-то подход такой. Или так, или так должно быть. И вот на пресс-конференции Джамалы в Киеве случайно включили песню Лазарева тут. Все российские СМИ об этом отписали. Такие довольные, прям, ой. Такое, знаешь, честное слово, это какая-то, это евровидение, это какая-то штыковая атака. В штыковую сходили. Тут вся Россия. Мы зашли сегодня с братом в два магазина, в разных абсолютно, и там дамы с такими лицами, ну, совершенно убитые люди, брат говорит, наверное, из-за евровидения страдают. Ну, мы понимаем, что они страдают из-за жутких условий, которые у нас здесь. Ну, это такая шутка была, что из-за евровидения. Действительно, ну, что... И организаторы рассмотрят петицию об отмене итогов выборов. Из Армении человек петицию составил, там уже 300 тысяч проголосовало за отмену. А вот Кобзон заявил о готовности спеть на Евровидении 2017. И вот меня брат спросил, как я к этому отношусь. я сказал, что нет ни одного шанса спеть у Кобзона на Евровидении 2017. Он спросил, почему? Я ему сказал, ну, пытаясь процитировать, что этого не может быть никак, потому что Аннушка уже купила масло. И не только купила, но и разлила его. Поэтому Кобзон не сможет спеть. Ну, шансов у него ни одного. ВТБ заявили о возможном уходе с украинского рынка. Видимо, из-за Евровидения. Да, видишь, ВТБ. Вовин Теневой банк решил... И вот опять вопрос Порошенко. Не, я понимаю, ребята, вы либералы, все, но там у вас Сбербанк, ВТБ банк и так далее. Те ребята, вот этот вообще Вовин Теневой банк, который высасывает из Украины, да, и сейчас он еще будет продаваться. И я думаю, достаточно прибыльно продастся там. Это что вообще происходит? Там он с первого дня должен был быть закрыт, все эти отделения. И ВТБ, и Сбера. Мы говорили об этом. Не, представляешь, поразительная ситуация, да? Крым, который, так сказать, вдруг наш, да? И все банки, которые там были украинские, они там национализированы. И там, ну, в общем-то, судьба у них очень нехорошая, да? А у этих банков, которые там остались на Украине, очень хорошая судьба. Там все нормально, они деньги зарабатывают. Украина и Турция подписали амбициозный план военного сотрудничества. Ну, я вот тут бы не радовался. Украинские СМИ как-то радостно об этом заявили. Ну, я так понимаю, что те люди, которые с Турцией там подписывают договора с Эрдоганом, они делают это, так сказать, для того, чтобы там заподлить Путина. Ну, может быть, это... Для этого, может быть, это и можно сделать. Но я не думаю, что Турция – это большой друг Украины. Такой друг, с которым нужно военное сотрудничество. Безусловно, нет. Минфин США раскрыл сумму задолженности страны перед Саудовской Аравией впервые за 40 лет. Ой, представляешь, все, и РНТВ, и ТАЗ, и все остальные, как радовались. Представляешь, что, оказывается, США должны в Саудовской Аравии 116 миллиардов. 116 миллиардов при 17-триллионном ВВП должны в США. То есть, это меньше одного процента. Ну, это обхохочешься, да? То есть, во какую огромную сумму должны. Ну, на самом деле, очень это выглядит смешно. И рассказка ТАЗа о том, что вот Саудовская Аравия, она ведь на 750 миллиардов в США ценных бумаг держит. А ведь они могут забрать эти ценные бумаги, и ух, тогда будет как плохо США. Да, вот США, наверное, с 10 триллионов должны Китай. И, собственно, не сильно боятся, что Китай что-то начнет выпрашивать назад, а здесь... Потому что, ну, как мы и предлагали, Обаме можно напечатать... Он же долларов должен, да? 10 триллионов долларов или там 750 миллиардов. Может, прям бумажку напечатать за подписью Обамы. Там будет написано 10 триллионов. Триллиардов, блин. И Обама расписался. Ну, он 10 триллионов должны? Да, нате. Ну, что, мы долларов должны? Вот, 10 триллионов долларов, нате. И не отказывайте себе ни в чем. Поэтому это, конечно, очень смешно. Вот с точки зрения, может быть, каких-то особо продвинутых экономистов, я говорю чушь, но с точки зрения нынешней реальности, объективной реальности, не лженауки, это так оно и есть. И никто не оспорит. Они сейчас начнут придумывать, почему это нельзя. Это нельзя только потому, что Обама или кто-то там из этих этого не делает. Вообще, это можно. Потому что, ну, в этом мире можно все. Алиев встретился с Магирини накануне заседания глав МИД по Карабаху. Да, вот, и встреча прошла президентом Армении и Азербайджана в Вене. В общем-то, там говорят, что обнадеживает эта встреча. Ну, когда говорят обнадеживает, значит, ничего не решили. Потому что, когда встретились, должно быть решение. А если обнадежили, ну, значит, обнадежили, значит, ничего не решили. Встреча в Таллине. В Брюсселе однажды будет бюст Путина. Да, в Таллине заявили на встрече, вот, связанной с НАТО, что в Брюсселе обязательно, в штаб-квартире НАТО появится бюст Путина. Это то, о чём мы сказали ещё два года назад. Правда, мы говорили про памятник. Если вы погуглите, как раз май, приблизительно вот эти числа. Вот, то есть, мы говорили как раз об этом, что Путин делает всё для того, чтобы в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО стоял памятник из чистого золота его в рост. Потому что, ну, так как НАТО, больше никто, кроме Путина, не помогает. Вот, он, как раз, НАТОвцы об этом и говорили, и все, кто принимал участие в этой встрече. Тут и поляки, и кого только нет, и шведы даже были. И вот они все говорят, что Путин, какой молодец, как всех сблизил. Да, и шведы приехали, которые никогда в НАТО не были. Прям золотой человек для них. Экс-глава МИД Польши назвал министра обороны уродом из России. Да, потому что ему как-то неправильно процитировал фразу, которую тот якобы говорил, а тот вроде бы её не говорил, что Россия, якобы Сикорский сказал, что Россия в ближайшее время станет членом НАТО. Ну, это очень давно было. И вот, ну, на самом деле, суть вопроса такая, что да, действительно, определенная категория политиков не видит дальше своего носа. И, может быть, он, ну, может быть, грубо назвал Сикорского, но правильно. То есть люди видят вот то, что происходит сейчас, здесь и сейчас. И их устраивает то, что происходит здесь и сейчас, особенно, когда им чемоданы денег возят от Вовы. А потом вдруг мир меняется, они говорят, нифига себе, вон оно как бывает. Очередной военный инцидент произошёл в небе над Балтикой. Ну, постоянно, в общем, самолёт-разведчик опять летел. Я думаю, что скоро инцидент закончится неприятно. Вот уже в воздухе это чувствуется, что идёт напряг, и этот напряг независимо от политиков. То есть они что-то там решают, у военных это уже свои разборки. То есть, представляете, ну, раз они там встретились, два, три, четыре, потом какой-то конфликт, какое-то неспортивное, так скажем, поведение может привести к тому, что будет неприятность. Она будет прямо в ближайшее время. Крупнейший в мире эсминец получит воспоряжение ВМС США. Да, ну, это вот этот эсминец, который мы показывали, у которого и пушки зумвал. 4,4 миллиарда долларов больше авианосца. У него тут 190 метров, он у него электромагнитные пушки, и сам он там стелс весь и так далее. Тоже должны сказать Вове спасибо, сказать, смотрите, какой эсминец смогли. Так было непонятно, против кого это эсминец, да? Ну, не против же сомалийских пиратов, которые плавают на лодках, сделанных из отходов контрацептивной промышленности, да? А тут сразу ясно, Вова, он вооружается, он эгегей, сейчас он обещал к 30-му году построить авианосец. Поэтому надо сейчас строить быстрее эсминцы такие. Виктория Нуланд встретилась в Москве с молодыми лидерами. Да, интересно, что там за молодые лидеры, кого представили. Нуланд, ну, не для того она приехала сюда, чтобы встречаться с молодыми лидерами. Что-то они там мутят с Вовой, и как-то... И мне это сильно не нравится. То, что сейчас делают америкосы, вот начиная со Керри, который приехал со своим чемоданчиком. И вот все последующие какие-то переговоры, они очень неприятны. То есть они, я так понимаю, включились в то, чтобы Вову здесь немножко поддержать. А может быть и сильно поддержать. Чтобы под ним там на нем шапка не горела, а под ним кресло не проваливалось. Нам это совершенно не нравится. Ну что ж, ну это данность. Контрразведка Швейцарии опубликовала доклад о связях российских спецслужб с криминальным миром. Я так понимаю, что доклад опубликовали еще в 2007 году, а его просто переопубликовала открытая Россия Ходорковского, которая, значит, вот где-то его нашла этот швейцарский доклад. Я, к удивлению своему, знал, что в Швейцарии есть контрразведка. Даже и не думал, что там только банки и часовые мастерские. Оказывается, там есть еще контрразведка, и она, эта контрразведка, делает доклады. Странно, почему она не сделала доклад по Чайке и по всем остальным там. Как сообщают источники КЦ, в последнее время Кадыров предпринимает ряд шагов, которые иначе, чем подготовкой к возможным негативным событиям в Москве, не назовешь. А, слушай, мы же, еще Ходорковский отобрал кандидатов в Госдуму. Это вот к этому же вопросу у нас. Я уж не знаю, кого он там отобрал, каких кандидатов в Госдуму. Я думаю, что опять будут те же самые такие кандидаты. Такие бойцы, такие, невидимые фронты. Тюпи! Не знаю. Объединяться нужно с теми, кто реально что-то может. С теми, которые объединяются для того, чтобы пойти в думу от Ходорковского. Чтобы денежек дали на выборы, наверное, не стоит. 25 политиков таких он поддерживает. Я просто в прошлый раз, когда Ходорковский поддерживал определенных политиков перед тем, как его посадили, я тогда смеялся над теми, кого он поддерживает. То есть ни одного шанса, ни у одного не было. Даже почеснухи. Я думаю, что сейчас большинство будет такие. Ну, может быть, он что-то передумал. Я не знаю фамилии, но хотелось бы верить, что произошло какое-то изменение там в мозгах. Если нет, то очень плохо. А Кадыров, пишут, начал в горном селе Биной какие-то склады с оружием, боеприпасами, продуктами питания. Это Кавказ-центр пишет. Устраивает. Культ карго устраивает. Туда везет. В общем, укрепрайон такой. Укрепрайон. Бергхоф. У Гитлера, помните, Бергхоф был. У Кадырова теперь в горах есть Бергхоф. Там будут элита какая-то будут охранять и так далее. Ну, мы помним, что Гитлера это не спасло. Более того, помним, совсем, кстати, вот вчера рассказывали про Орлиное гнездо на Нычном Географе. Или Дискавери. Я что-то шлепал и даже не помню на каком канале. И вот там говорили, что за две... Я не знал, кстати, этого факта. Теперь буду знать. За две недели до войны с Польшей, ну, до начала Второй мировой войны, Гитлер видел там явление такое интересное, как Северное сияние. Причем это в Баварии, да. В Баварии Северное сияние, горы стали красными. Он сказал, что это знак, что все зальется кровью. И там, а ге-гей. То есть он неправильно истолковал знак. Вот Кадырову тоже правильно бы истолковывать знаки, а то ведь так же может пролететь с этим своим Орлиным гнездом. И тут много по этому поводу интересного написано. Вот еще судья Каратаев принес извинения и написал заявление о прекращении полномочий. Есть в газете РУ большая статья, как там прессовали судьи. В общем-то советую прочитать. Так что, ну, закономерно это. Доходы Кадырова превысили 5 миллионов рублей. Да, представляешь, официально 5 миллионов рублей заработал Кадыров за 15-й год. Я думаю, лошади его овса больше съели, а машины бензина больше зарасходовали, чем тут вот. Где-то ржут Сечин и... Да, да, да. Овес нынче дворок. 5 миллионов рублей. Ну, это обхохочется. Это вот для кого это делают, а? А вот управляющий делами президента Александр Колпаков 80 миллионов. Точно быть, 79-47 миллионов рублей его доход составил, потому что у него жена такая предпринимательница. Ну, у всех вот, как вот... Вот Лужков раз, у него там жена сразу гениальный предприниматель. Сейчас этот нынешний мэр-оленевод пришел. У него тоже жена нет, никто был звать никак. Вдруг раз, тоже стал великим предпринимателем. Этот тоже, видишь, Колпаков у него. Жена великий предприниматель. Кому с женами-то везет, блин, а? Путин потребовал безоговорочного исполнения майских указов. Да, Путин вчера вот всех собрал. Мы об этом не успели поговорить, потому что информация только в 9 часов пришла. Такой и потребовал такой... Почему майские... Почему не выполняете указания Центроболта, да? Почему не выполняете майские указы? Он говорит, ну не выполняем, что там. Ну вы выполняете. И майские указы, мы говорили, что это такое. Такой способ держать за яйца правительство. Очень такой хороший. Не выполняете указы, и раз можно выворачивать. А вот в Германии нет майских указов, представляешь, но Германия заложила до 2020 года 93,6 миллиарда евро для беженцев. То есть там для чужих 93 миллиарда. Представляешь, сколько там для своих. А здесь не для чужих, не для своих. Не, ну там для совсем своих, да. Для Ралдугиных, Ротенбергов с виланчелями, с их клюшками. Там прям нормально все заложено, все в порядке. А вот всем остальным от одного места уши. Патриарх Кирилл заявил о нравственной катастрофе в Западной Европе. Да, это точно. В Западной Европе нравственная катастрофа, а здесь полный. Это вот он абсолютно. Только он, мне кажется, патриарх всей Руси, да. А не Западная Европа. Что же переживать за Западную Европу? Тут полная фиаско, да. А он переживает за Западную Европу. У него пидарки, монахи на лексусах давят людей, да. На Геленвагенах разъезжают 23-летние монахи-пидарки. А у него Западная Европа. Покой ему не дает. Такая там нравственная яма в этой Западной Европе. Жуть какая-то. Но он, видимо, там чаще живет, поэтому о ней говорит. Не знаю. Вот он, ты знаешь, призвал бороться со спидом, целомудрием и верностью. Вот Гундяев, а с раком чем бороться? Ну, со спидом ладно, там, целомудрием и верностью. А с раком чем бороться? С туберкулезом чем бороться, а? Гундяев, ответь мне на этот вопрос. Вот, Путин встречался вчера, значит, с Гундяевым. Наверное, они какой-то план там совместных действий по спасению Вовы Путина и его режима обсуждали, безусловно. А и вот РПЦ выступил как главный борец против экстремизма и терроризма. Скоро, да, быть неподобающе веселым, это будет экстремизм. Вот вчера об этом говорили как раз. А как они борются с экстремизмом? Будут уроки, уроки религиозные в школах, которые вот поборют экстремизм. Как они поборют экстремизм, я не знаю, но как-то, наверное. Будут говорить, молитесь, друзья, молитесь, братья и сестры, и все будет классно. Он будет сидеть с виланчелями, а вы будете сидеть с одним местом в одном месте, и все будет классно. Реализация антитеррористического закона, внесенного в Госдуму депутатом Ириной Яровой, потребует более 5 триллионов рублей, что равно третьего годового бюджета России. Ну, я думаю, что вот, видишь, у них, что в голове вот у этих людей, которые вносят законы, даже его не просчитали. То есть, я понимаю, так они хотят накинуть эту удавку на этих сотовых операторов, которые накинут на нас такую удавку. Ну, правильно, Яровая, ты молодец, обязательно, надо еще, чтобы еще хуже было, 5 триллионов это мало, зачем? Народ должен 50 триллионов заплатить, 50, тогда, может, вас за один день снесут. Может, тогда не придется 5, 11, 17. Вот меня спрашивают, как вы к этому относитесь? Да как, я рукоплещу. Чем хуже, тем лучше. Я кричу, пусть сильнее грянет буря, Яровая давай! Вот если бы не было таких, как Яровая, там, бабка эта еще, которая сейчас в Совете Федерации, Мизулина, там, в которой дети в Голландии живут, да, там, внуки, дети, все в Голландии. Она тут, там, про патриотизм. И про духовность. А? И про духовность. Да, и про духовность. Вот если бы таких не было, там, всяких этих еще, Железняков тоже с детьми, там, в Америке. Это Лавровы тоже, там, дочка где-то, не пойми где. Вот, хотя понятно. Вот, и тогда нам бы Путина не одолеть. Это наши главные помощники, вот эти вот ушлепки, это главные наши помощники. Когда их ругают, я ему рукоплещу, они молодцы, побольше бы таких вообще. Таких молодцов. Глава Минфина посоветовал россиянам копить на пенсию самостоятельно. Вот уж, молодец. Вот еще один молодец Силуанов. Браво. Россияне должны на пенсию самостоятельно, на лечение самостоятельно, на погребение самостоятельно. Чтобы, в конце концов, поняли россияне, что лучше погрести, вот, Путина с его режимом, Силуановым, Яровыми и всеми остальными, тогда, может, что-то станет лучше. Чтобы не говорили, а вдруг будет хуже. Как помните, в том анекдоте, который я не устаю рассказывать, когда евреев ведут фашисты расстреливать, один другому проходит мимо врага, он говорит, а давай побежим. Ну, видит, есть шанс, маленький шанс. А тут, говорит, а вдруг хуже будет. Вот подумайте, вот это мы сейчас. Вот сейчас есть у нас шанс сдернуть, свалить из этой фигни. Или в яме оказаться. Решайте сами. ЦБ назвал срок начала падения цен в России. Да, представляешь, что вот в апреле там цены росли, в мае растут, а вот в июле, потому что вот-то потому они начнут падать. Знаешь, истинные мысли их, почему цены должны падать? Ну, потому что урожай будет. Там помидорки, огурчики и так далее. И общий показатель, они думают, упадет. Ни хрена не упадет. Давай с тобой поспорим на Биулина. Ничего не упадет. И ты сильно удивишься. А вот и всякие вот эти макро-микроэкономические показатели, это все в одно место засунуть. Я мысли вашей истинной знаю, о чем вы думаете. Они думают одно, а говорят совсем другое. То есть, исходя из каких-то, знаешь, как авгура по полету птиц там. Предсказывали, вот так и они предсказывают, по каким-то макроэкономическим показателям. Хэт Хантер назвал сам... Мы евреи спрашивают, так я и не предлагаю бежать. Я и не предлагаю бежать. Хэт Хантер назвал самые коррумпированные отрасли экономики России. Ну, понятно, что ЖКХ. Можно было бы даже вот и не спрашивать этого Хантера. Можно и без всяких охотников обойтись. И без Хантера Томпсона ясно, что здесь, в общем-то. Страх и отвращение в ЖКХ. Страх и отвращение в ЖКХ. Поэтому, ну, понятно, что тут... Я согласен. Хотя, это с позиции количества, там, откатов, взяток и так далее. А если в чистых цифрах, ну, как ЖКХ может с одними виланчелистами только сравниться? Это совсем разного порядка сумма. Минфин потратит 5 миллиардов рублей на закупку алмазов. Да, говорят, алмазы не закупали, а теперь будут закупать. Да, прям вот... Спасет это российскую экономику. Не, ну, я понимаю, для чего они делают эти закупки, там, хотя бы на 5 миллиардов рублей. Я так понимаю, что они хотят поддержать за счет бюджета Алрос. Ну, а так, в общем-то, они... А им они зачем, на ожерелье? Нет, ну, во-первых, в Госхране хранятся и в фонде достаточно крупные и серьезные алмазы, которые в случае чего теоретически можно продать. Кроме всего прочего, алмазы необходимы для промышленности, электронные в том числе. Ну, там лучше покупать, конечно, те, которые в Минске делают эти искусственные. Они только черного цвета, а все остальное у них такое же. Но все равно сейчас в промышленности настоящие алмазы тоже применяются. И я думаю, что там какая-то часть вполне допускают, что есть. Хотя я, честно говоря, не глубоко знаю этот вопрос. Но я понимаю, что это сделано лишь для того, чтобы Алроса поддержать. Голикова заявила, что каждый шестой регион Российской Федерации имеет госдолг более 100%, что запрещено законом. Нет, ничего, вот теперь их закроют. Субъекты Российской Федерации, вот они более 100% имеют, их теперь будем закрывать, скажет Голикова. Ну, запрещено, и что? Будут продавать. Да, помнишь, как в день радио, говорит, пить же нельзя, говорит, а почему, говорит, а вдруг кто-то заметит. Вот ты заметил, да, и что? Вот так и здесь. Вот Голикова заметила, что это нельзя, это запрещено законом. Дальше что? Дальше прокуратура должна кого-то там поймать, посадить. Кто заимствование делал или кто разрешал делать эти заимствования, думы в полном составе, которые разрешали сделать это заимствование. Ну, вот это сделали, да, это нарушение закона, дальше что? Суд даже примет решение привести в соответствии с законом. За неисполнение тогда решения суда придется кого-то сажать. А кто может исполнить решение суда? Ну, как его исполнишь? Ну, нету бабок у них, и если есть, то они лучше их себе украдут. Зачем? Не будут, куда-то их использовать там на погашение, чего-то. Доходы членов правления Газпрома выросли в два раза. Ну, видишь, какие молодцы. Члены правления Газпрома. Доходы Газпрома упали, и не в два раза, а в гораздо большем пропорции в такое. А у них вот в два раза выросли все, все доходят. Но они стали лучше работать. Лучше, конечно, стали работать, безусловно. Газпром в жопе, а не в шоколаде. Ростнефти объяснило предложение сменить название должности Сечина. Как он теперь будет, царь? Верховный император? Нет, он будет, этот, господи, как он. Я записал для себя. Подожди, подожди. Владыка? Не, не владык. Там какой-то... Господи. Ну, вот видишь, вот улетел куда-то у нас. Ух ты, тут у нас потолок сейчас разрушится. Что-то кто-то едет большой. В общем, не знаю, как должен, но он был там президентом и так далее. А теперь все. Теперь он не будет президентом, потому что, ну, Путин всем запрещает называться президентами. Ну, а кроме шуток, я так понимаю, что они хотят акции куда-то пихнуть, чтобы там все было как в Европе, чтобы все красиво было, чтобы названия все красивые были. Вот я в трех обществах, кстати, президент, да, но не коммерческих. Так что, Вова, никак не получится меня не президентом называть. Я в трех обществах президент. И напоминаю, что Медведев подписал постановление, согласно которому госкомпании по итогам 2015 года должны будут направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. То есть это вот опять вот эти барбосы из всяких Роснефти и Газпрома, которые, всякие члены правления, которые также имеют и солидные пакеты акций, они еще и получат здесь. Так как 50%... Нет, Медведев это как объяснять? Так как там большой пакет государственных акций, государственный пакет, значит, вот придут эти деньги в бюджет и так далее. Конечно, придут в бюджет и там их расхитят. 90% этих денег в бюджете расхитят. Но еще они придут туда, вот этим на зарплатку, на усиленное питание. Потерпевший по делу Атерактив Домодедова попросит прекратить дело в отношении каменщика. Адвокат потерпевших заявил, что договорились, что каменщик денежку им какую-то отнесет и так далее принесет. Но с каменщиками нужно договариваться очень жестко. Это я адвокату Трунову. Там не забалуешься. То есть если там какой-то договор о намерении, то можно ничего не получить. Если вот когда договариваешься с каменщиками Трунов, не надо получение денег ставить в зависимости от какого-то события. То есть вот должны столько денег и все. Если ты поставишь от любого события, даже от завтрашнего восхода солнца Трунов, вот с каменщиком, ты подпишешь договор, что завтра взойдет солнце, он должен тебе вот столько денег. Я тебе докладываю, солнце не взойдет никогда. Это я тебе отвечаю за свои слова. Поэтому, ну так мир устроен. Ни в коем случае не должно быть привязано быть никакому событию. Должен денег, все. И четкая сумма. От этого до этого. Но я понимаю, что Трунов там защищает больше свои интересы, чем интересы потерпевших. Они должны это иметь в виду, потерпевшие. Как в том еврейском анекдоте про корову, помню, когда Ваня приходит к Сумову Абрамовичу, адвокату деревенскому. И говорит, Сима, вот Петя взял у меня корову. И, значит, и обещал, значит, эту корову отдать мне. А, значит, потом отдал мне корову, а оказался у него остался. А, да, ну, это, не отдал корову, я ему отдал корову, а он мне не хочет эту корову возвращать. Ну, Петь, вот тут говорит, не бойся, Вася, корова будет наша. Ну, Петь приходит, говорит, все, значит, я взял корову, а она у меня заболела. Я кучу денег там на всех этих ветеринаров выкинул, просчитал, и оказывается, что больше денег, чем корову стоит. Я не хочу отдавать. Он говорит, так не бойся, Петя, корова будет наша. Ну, и все ушли, жена ему говорит, Сима, ты одному сказал, что корова будет его, другому сказал, что его. А как же будет действительно, Сима? Не бойся, Циля, корова будет наша. Вот про это пусть поимеет в виду потерпевшие. Это очень важный момент, когда общаешься с каменщиками. Госдума приравняла психотропные вещества к опьяняющим. Да, видишь, какое теперь интересное событие произошло, которое никто почему-то не рассматривает. Они приравняли, значит, к алкоголю прием вот этих психотропных веществ. Человек, который принимает, он сам должен там что-то, значит, смекичивать, и в результате, получается, понятие вменяемости меняется. Понятие вменяемости изменилось. То есть, человек, грубо говоря, покурил вот эти там, как они называются? Спайсы. Спайсы, да. Покурил спайсы, ну, как вот там человек писал, его торкнул, он через несколько дней очнулся в Питере был, да, или где он там был, или в Нижнем, а очнулся в Астрахани. Но на базаре, да, то есть, вот такой приход. То он не знает, что он делал. То есть, по их мнению, это отягчающие обстоятельства. Если он совершил преступление, он будет нести ответственность как за преступления при отягчающих обстоятельствах. Все бы хорошо, но тогда принципы вменяемости, они изменяются кардинально. То есть, все законодательство тогда трансформируется. Почему? Потому что человек признается вменяемым, если он отдавал отчет в том, что он совершает противоправные действия, и мог этими действиями руководить. А если человек вообще не то, что не отдавал отчет, он вообще в коматозе каком-то был, в другом мире, в нирване, о чем можно говорить. И вот этот вопрос, который никак не хотят они обсуждать и пытаются пойти по самому легкому пути. То есть, курнул, что-то натворил, виновен. С точки зрения доказывания вообще, непонятно тут вот, как они самому виновны, доказывать, что он виновен, если он даже этого и не помнит, и не знает. Странно все это. Здесь нужно было бы мозги включить, но мозга сейчас нет, к сожалению, там вообще мозгов там нет. А зачем они вообще это делают? Они с себя работу упрощают. Ну, масса преступлений, которые совершаются вот такими людьми. Их реально надо признавать невменяемыми. Но они реально невменяемые. А как? Если их признаешь невменяемыми, то человек, по их мнению, избежит уголовной ответственности за совершенное преступление. В Саратовской области сократилось число беременностей и абортов. Да, вот ситуация странная такая, что написали изначально везде, что в Саратовской области сократилось число абортов. И нужно было кричать «Ура!», но оказалось, что число абортов сократилось именно из-за сокращения числа беременностей. Представляешь, что есть? Настолько мало сейчас беременеешь, что даже число абортов сократилось. Ну, вот я сегодня вышел из дома. Вот, Валер, ты там находился. И я не знаю, как ты не мог унюхать. Да, там стойкий, жесточайший запах был сероводорода. Вообще, в центре города целый день пахло сероводородом, так, как будто в нос пернули тебе вот только что. Причем, еще это было серой, не просто пернули, это черт должен быть такой серный. Такой серый, аж глаза ело, представляешь, жуть какая-то. Мало того, что тухлыми яйцами, еще и серый. Ну, я понимаю, так, наверное, с крекинга выброс был, потому что ветер оттуда все притащило. Ну, там, видно, нефть очень такая хорошая. Вот, и понятно, что в таких условиях, когда тут вот воняет через день, не пойми чем, да, там сбрасывают цианид и так далее. Тут, конечно, все меньше и меньше семей, которые могут иметь детей. Вот, каждая пятая семья не может родить ребенка в Саратовской области. Это вообще, это потрясающе. Это они официально дают, Минздрав дают официально. Каждая пятая семья не может иметь ребенка. О, медицинским показаниям каким. Не просто она не хочет иметь. Вот в таких условиях еще полно людей, которые не хотят иметь детей, потому что, ну, тяжелые условия. И дальше будет вообще непонятно что. То есть сейчас, я понимаю, так Россия проседает. И даже вот та проблема нерожденных детей, которая возникла после войны, да. То есть вот в период войны, когда родилось очень мало детишек, и теперь эта проблема постоянно, так сказать, выстреливает через определенный промежуток, когда у этих детей не родились еще дети, а у тех детей еще дети и так далее. То есть получается такой вот не очень красивый график. То есть сейчас вот это вот, если, тем более, это войдет в резонанс, если это сейчас наслоится, то дальше вообще будет очень туго. То есть разрыв может увеличиться и быть огромным совершенно. Рогозин объяснил свой небрежный вид после замечания Путина. Да, он что-то глупость какую-то сказал по поводу галстука пожирателей и так далее. Да, вот меня спрашивают, почему Рогозин не будет президентом. Вот по этой причине он никогда не станет президентом, ребят. Потому что он уже клоунаду начал устраивать. И понятно, что в будущем правительстве ему ловить нечего вообще, я думаю. Учительница из Волгоградской области, совратившая ученика, пойдет под суд. Да, еще заявили, что она была беременна, но потом избавилась от беременности. И теперь сейчас, наверное, сейчас, что ли, говорят, там ее на ток-шоу вызвали, она там на ток-шоу должна рассказывать вообще. Ну, полная бредятина совершенно. Вот это вот главная новость. Сейчас там везде ток-шоу. Учительница, совратила 15-летнего, там 28-летняя учительница. Господи, совратила 15-летнего, там такой взрослый лоб. Вообще, в мое время даже об этом говорить никто не. Ну, так, может быть, пошептались бы, и уж точно родители бы не побежали никуда, никакие заявки писать. Это потрясающе совершенно вообще, просто потрясающе. Гражданин Туцзи задержан в Татарстане по подозрению в сексуальном насилии над ребенком. Да, новость такая вот, ну, неудивительная такая. Часто, в общем-то, случается, к сожалению. Ну, хорошо, там отреагировала в сауне администраторша, она увидела, что тащит ребенка туда. Ну, в смысле, я так понимаю, ребенок сам шел, потому что он из неблагополучной семьи вызвал полицию. Ну, в общем-то, все благополучно завершилось. Ну, гражданам я рекомендую проявлять бдительность, особенно, когда дело касается детей и подростков. Не бояться вмешиваться, это вот очень хорошо. Вот вчера была у Малахова, пишут, ну, значит, я проспал, грубо говоря. Вчера это было ток-шоу, видишь, человек под подпиской от невыезде, но на ток-шоу отпустили, потому что это же государственное дело, вот такую вот херню там по телевизору рассказывать. Вот, учительница – это шлюшка. И я бы не стал порицать эту учительницу. За что ее порицать? Что она сделала такого, что не делают другие женщины, да? То есть, если вот исключить там 15-летний вообще, 15 лет... Ну, я взрослый мужчина был в 15 лет, я брился в 15 лет, я по себе как-то сравнил. Ну, я видел там лоб, у меня были девчонки, я повторюсь, что если бы такая учительница 28-летняя, то была бы самой как-то, потому что были бы такие ровесницы. Так, это что-то. А это вот было бы прям легегей. Я бы тогда героем был вообще самым-самым. Странно в этом плане законодательство устроено, что получается за день до 16-летия вот эту уголовную ответственность, а вот через день уже все. Да. Уже можно. Вот пишет, мне бы такую в 13 лет. Ну, да, конечно. Я думаю, что вот как покойник Крохин написал, он бы точно так вот сказал. Мне бы такую именно в 13 лет, потому что в 14 у него уж такая была. Время у нас? Да. Так, что у нас какие-то еще вопросы? Да, пишет, хоть чему-то научил, в отличие от некоторых. Да, 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 очень хорошо. Ну, ладно, потом, завтра тогда доскажем, что не досказали сейчас. Вот пишет, я в 17 лет с 25-летней жил. В 17, да, а тут даже и не с 25-летней. Это что-то с молодость какой-то. В 17, да. Пишет, что в Чечне на 15-летних женится. Да, ну, девушки только там замуж выходят, так и еще меньше у возраста. В Чечне это нормально, а здесь это? Да и везде это должно быть нормально. Везде это должно быть нормально. Пишет Вячеслав. Не меньше одного раза в неделю вижу вас по телевизору, только пока по-украинскому. Наверное, нам надо порадоваться этому факту. Да, хорошо. Хоть где-то меня по телевизору показывают. Почему молчите о протоне? О каком протоне? Что с протоном случилось? Мы не знаем. Сообщает, что вроде бы упал протон. Но мы пока не находили такой информации. Да, ну, вот мы не видим. Ну, если даже упал, то в этом ничего нового особенно нет. То есть, опять будем про Роскосмос говорить о том, что делают где-то, собирают запчастей, которые собирают в Самаре по гаражам. Помните, там упал тогда, нет, господи, ракета упала в запчасти, которые собирали в гаражах. Причем из запчастей, которые еще в 90-е украли. Там они в гаражах все лежали, потом нас там собирали, какую-то денежку за это получали. Вот они оказались самыми виноватыми в том, что ракета упала. Хохочется. Тут нам Тролль написал, вы месяц назад ржали над Уликаевым, который говорил, что доллар в мае будет стоить меньше 63, сейчас уже 62. Вот я вам напоминаю, я зашел на сайт Центрального банка, доллар США сейчас стоит 64 рубля, 88 копеек. Спрашивают, как вы относитесь к Кеннеди и к его убийству? Ну, к его убийству, как к историческому факту, я не хочу сказать, что я отношусь к этому как-то вот так резко. Не, я как к убийству человека отношусь резко негативно. Но вот представьте себе, если бы, с точки зрения истории, если бы не было убийства Кеннеди в 20 веке. Это же такая, ну, я не знаю, как это сказать, клякса, клякса такая в книге истории, да? То есть, как я отношусь? Я очень уважительно отношусь как к Кеннеди, как к участнику Второй мировой войны, как к командиру торпедного катера, который был очень смелым человеком, как к умному человеку, который смог, вопреки вообще мнению большинства, стать президентом. Причем он был очень болен, там, и это связано было и с войной, с его травмами, ну, и с врожденными заболеваниями и так далее. То есть, он был сыном богатых родителей, мог бы не пойти воевать никуда, мог бы играть на велончелях, да? Но он не стал играть на велончелях, он пошел, воевал, ну, и как-то у него была красивая жена, надо сказать тоже. У него, в общем, интересная жизнь была. Человек, который нацелил Америку на полет на Луну, и уже после его смерти состоялся полет на Луну. Человек, который сделал кучу ошибок и с Кубой, и с Вьетнамом, и со всем, но ошибки эти как-то к нему не прилипли, и никогда он не воспринимался как какой-то особый злодей, да? То есть, Линдон Джонсон, который был вице-президентом, который стал после Кеннеди президентом, он как-то отметился с Вьетнамом, хотя, надо сказать, что он получил наследство. Да, а что еще какие? Мальцев как будто специально затягивает и оттягивает революцию. У нас на улице стоят люди с вилами, спрашивают, ну как-то куда, ну ты чё, в дверь, в дверь стуча, да, с факелами, это очень хорошо, а Мальцев такая сволочь, оттягивает революцию. Не выходит к народу. Это как на елке Дедушку Мороза, Дедушка Мороз, да, я должен выйти как Дедушку Мороз и сказать, елочка, зажгись, да, революция, свершись. Вячеслав, как быть малому бизнесу с налогами и сборами в пенсионный фонд, как не платить? Ну, надо найти способ, чтобы не платить. Я думаю, что нужно как-то это, ну, схем-то несколько, я так понимаю, есть, всё зависит от того, конкретно, чем человек занимается, у него ИП-шка там или какой-нибудь там ООО там и так далее. То есть здесь нужно, мне кажется, пригласить специалиста, который, может быть, нам напишет сюда или куда-то, даст ссылочки конкретно по организациям, как избегать налогов. Если вас спросят, вам кто-то скажет, что налоги не платить это плохо, вот скажите, Мальцев сказал, что налоги не платить это хорошо, потому что вы не платите на виланчели, вы не платите на войну. Ну, с Украиной, там, Сирией, с кем угодно, вы не платите, в общем-то, на всю вот эту херню, которая там происходит. То есть лучше на это не платить, чем платить по двум причинам. Ну, первая причина, конечно, чтобы они вот этот рок-н-ролл не устраивали, чтобы не покупали пулемёты и огнемёты, которыми будут стрелять по нам всякие лувры там, которые будут водой нас отливать и так далее. То есть любой рубль – это их усиление, это вот понятно, что рубль – это патрон. То ли он будет в нашей обойме, то ли в их обойме. Поэтому чем больше вы не заплатите им, тем больше останется у нас, у всех. Это не платите ни в коем случае. Вячеслав, вместо революции 5-го, 11-го, 17-го может возникнуть раскол в социальных массах и гражданская война. А что тогда? Ведь это будет ещё одним спасением для Вова. Гражданская война, спасением для Вова, да, помилуй Бог, конечно, нет. Абсолютно нет. Что ж, вы думаете, что в гражданской войне Вова будет стороной, что ли? Одной стороной? Нет, конечно. Поверьте. Если будет гражданская война, то не с Вовой. Это однозначно. Но всегда нужно понимать, что в любой войне, и в гражданской в том числе, есть две стороны, да? И если у нас будет страна, которая за революцию, то кто будет, собственно, стороной против революции? То есть, вы думаете, кто-то действительно, вот эти Фёдоровы пойдут, что ли, воевать за Путина? Или Стариков возьмёт автомат и пойдёт воевать за Путина? Ну, сколько их наберётся? Тридцать человек. Ряженые алкаши пойдут? Да, вот эти вот, которые Навального сегодня молоком обливали, они что, с автоматом пойдут в окно сидеть? Те, которые реально бегают с автоматами, вот там, в ДНР, в ЛНР, я думаю, что они близко не пойдут защищать Вова никогда в жизни. Вот этот вот, как он? Стрелков. Ну, Гиркин, да. И навряд ли он пойдёт Вова-то защищать. Я думаю, что близко мы его там не увидим. Наоборот, в противоположных окопах, я думаю, мы его будем наблюдать. Вячеслав, НЛО существует, ответил, стал писать. А мы говорили, ну, НЛО – это неопознанные летающие объекты. Я сам в жизни неоднократно видел неопознанные летающие объекты. Весь Саратов видел эти объекты. Даже в газетах писали, что вот это было в 90-м году в марте, я помню, вышла газета 6 марта, в которой было написано, что вот сегодня можно прийти на набережную, видеть НЛО. Все, которые пошли туда на набережную, они действительно видели НЛО. А я видел до этого уже каждый вечер, поэтому я туда не пошёл. Я говорю, я поспорил с товарищами, что унесу у них сейф, а они пустой, правда. А они говорили, что никак я у них его не унесу. Я знал, что они пойдут торговать одним местом там и смотреть на НЛО, и в это время унес у них сейф. Так что, ну, катил. Так что, да, инопланетяне мне помогли выиграть споры. НЛО – это бесы. Ну, один из вариантов, один из вариантов, так что, бесы или не бесы, я тут не знаю. Как я говорю, я ни во что не верю, но ничего не отрицаю, ничего не исключаю. Да, я ни во что не верю, но ничего не исключаю. А вот, ну, тут у людей, конечно, юмор. Я сказал, что я брился в 15 лет насчет учительницы, а человек написал, что он брил учительницу в 15 лет. Очень, очень хорошо, да. Похвальное чувство юмора, очень. Мне нравится. Арт-подготовка – это развлекательное шоу. А вот то, что вы видите, вам показывают на Первом канале Вова там с таким лицом или там Шойгу – это не развлекательное шоу. Мне кажется, это гораздо более развлекательное шоу, не имеющее к объективной реальности вообще никакого отношения. То есть, это даже какое-то зазеркалье. Когда после 5-го, 11-го, 17-го появится канал, на котором будут говорить, что бабушка умерла в Саратове и в этом виноват Мальцев, что будете делать с такими? Ничего не будут делать с такими. Чем больше они будут об этом говорить, тем лучше. То есть, это предпоследняя стадия. Первая – не обращает внимания, вторая – смеются, третья – борются. То есть, это будет борьба, конечно, они будут рассказывать, что мы едим живых младенцев, там, ну, в общем, всякие такие изыски свои, киселевские такие. Но мы должны дождаться, когда это будет, и это, как только это случится, это значит всё, мы на пороге победы. Осталось совсем чуть-чуть. Считаю, пишут в чате, считаю, участников бессмертного полка мерзавцами, согласны? Нет, конечно. Конечно, нет. Ну, что же, зачем так? Уж всех под одну гребёнку. Есть масса людей, которые абсолютно искренни, абсолютно искренни, никакого отношения к мерзавцам они не имеют. Есть мерзавцы, которые с этого что-то получают в финансовом отношении, очень неплохие, да, дивиденды такие, патриоты, пацариоты, так их назовём. Есть те, которые хотят что-то там в политических делах продвинуться. Там масса, как и в любом обществе, там мотивации очень много. Но основная масса – это реальные люди, конечно. Даже те студенты, которым говорят, на тебе вот там плакат твоего, как сказать, дедушки якобы, напечатанный там на фабрике, ты иди. Он идёт, и он думает, что он делает хорошее дело, абсолютно он в этом уверен. Иначе он и не пошёл. Как я помню, в прошлом году нас встретил, вот вчера только брат вспоминал, говорит, представляешь, в прошлом году нас же, говорит, вот здесь, в этот же день встретил какой-то мужчина. И говорит, вот я вас слушаю, а ведь вы не правы. Я говорю, а в чём я не прав? А вы же сказали, что все несут плакат там в бессмертном полку одного деда. Я имел в виду, что они одинаково сделаны, я сказал, не одного деда, а одинаковые плакаты, одинаковые. А он имел в виду, что там на всех один и тот же портрет. Он говорит, там разные портреты. Я говорю, понятно, что разные, но сделаны-то они типографским путём в одном месте и так далее. И пытался ему объяснить, он так и не понял, он так ушёл, уверенный, что я сказал, что там у всех один и тот же дедушка. Причём мне понравился, в этот раз дедушка был, вот этот, который изготовлен типографским путём, у него хорошие, с ним все фотографировались, и у него была хорошая фамилия. Мне очень понравился, я думаю, что это тот же вариант, как вот немцы в самолёте, там они сражались за родину. То есть это кто-то сидит там, какой-то весельчак, тролль, который им троллит. Вот он затроллил, что у ветерана была фамилия Липовой. И вот все с Липовым ветераном с этим фотографировались. Мне очень понравилось. А в Москве в Бессмертном полку с таким же вот напечатанным ветераном шли с фотографией молодого Гитлера. Да, да, было такое дело. И вот говорят, сейчас говорят, что нет, это, в общем-то, троллинг какой-то, что это не так. Я думаю, что всё так. А вот вообще интересный вопрос. Если исключить из вот этого шоу, составляющего всяких Поклонских с иконами, всяких Путиных, флагов Единой России, убрать вот эту обязаловку там с заводов, пароходов и так далее, то сама тема-то, она же нормальная, её же можно в дальнейшем использовать. Обычная тема, конечно, людей, которые... Ну, я говорю, я по-другому своих родственников Паших понимаю. Нет, ну кто-то, если у кого-то есть желание, это же нормальный вариант. Вполне, то есть, ну, каждый тут сам решает, как ему это делать. И это праздник, и в праздник, я думаю, что какие-то рамки ставить, кого-то куда-то затягивать, что ты вот так должен, или там иначе, не надо ни в коем случае. Ну, что я знаю точно, что на это не надо никакого финансирования. Люди должны... Это должна быть самодеятельность. Либо люди это сами делают, либо они сами это не делают, и всё. И 100 человек, которые пришли добровольно, они стоят намного больше, чем 100 тысяч, которые пришли там за зачёты, за зарплаты или там из-под палки. Ну, для реального патриотизма, да. Конечно. Пишут, чтобы произошла революция в России, поддержка Путина должна быть меньше 30%, и Януковича была 15%. Я думаю, что у Путина гораздо меньше поддержка. Это, во-первых. Во-вторых, вы же понимаете, что даже если у Путина будет поддержка 80%, даже если, предположим, 80%, для нас это то же самое, что 30%. Нам какая разница? Самое главное, чтобы большая часть пассионариев России была против Путина и желала это изменить немедленно. Потому что революцию и вообще любая вещь такого порядка делает, что вы думаете, всё население должно выйти, и все там в едином порыве. Да нам пофиг вообще, что они думают. Мы выйдем и всё сделаем. Но для этого нам немного народу надо. Вот если 147, они пишут, миллионов человек, нам что, для этого надо 70% что ли вывести? Ну вы прикалываетесь. 5 миллионов, если человек будет, это девать некуда, поверьте. Просто девать некуда 5 миллионов человек. Но эти люди должны быть сосредоточены в определенных местах. Вот вы посмотрите, ну там, на этом Хованском кладбище всё случилось. Ну там засунули язык в жопу и стояли, смотрели, как там всё это происходит. Никто не дёргался, никакая нацгвардия. А представляете, если такие хованские кладбища тут будут везде. И что это нацгвардия? Где, во-первых, они наберут её, чтобы везде заткнуть все эти дыры? Ну вот, да, вот очаг. Вот туда они могут всех согнать в одно место. Вот второй очаг. Вот третий, вот восьмой, вот девятнадцатый. Где они людей возьмут? И когда появляться, они начнут эти очаги расти, как грибы, то все эти нацгвардейцы, они штык воткнут в землю, скажут, я лучше домой пойду, с семьёй побуду. Что мне здесь-то делать? Здесь всё, здесь жжёт. Фидель Кастер в своих воспоминаниях писал о том, что вначале у него было 83, кажется, человека, но ему бы хватило и 12. Ну, у неё и было 12. Гранд Ма высадилось 12 человек, 12 апостолов. Да, и это легко прочитать в дневниках Чигевана, которые тоже рассказывали о том. Конечно, Гранд Ма, 12 апостолов. На самом деле их не было 12, их было 20, но легенда такая революционная говорит, что их было 12 на яхте бабушка. Вот такая бабушка приедет и сюда тоже, не волнуйтесь. Вообще многим советую почитать дневники Чигевара, именно дневники. Это, кстати, очень легко найти, они продаются в книжных магазинах. Там описывается о том, как люди вот так вот очень легко и просто, грубо говоря, путешествовали по Кубе и создали революцию. Между делом, скажем так. Ну да. Спасибо. Ну, я просто загуглял специально. Да, подписывайтесь на, значит, Волну Перемен, на сайт Волна Перемен, для того, чтобы проголосовать 28-29 за меня. Потом вот про видео про это там на видео. Да-да-да, друзья, у нас же очень важная новость, мы ее как-то совсем забыли, в конец поставили. Нас очень часто спрашивали, мы сегодня наконец-то это выяснили, завтра еще расскажем и будем говорить до конца. Значит, на сайте Волна Перемен, значит, вот это окошечко, где надо голосовать, опять же, голосовать 28-29, там можно выбрать несколько кандидатов. И нас спрашивали, там обязательно выбирать все количество, там 10, по-моему, кандидатов, обязательно голосовать именно за 10. Лучше вообще за одного кандидата. Вот, мы сегодня выяснили, что оказывается действительно можно проголосовать только за одного, за двоих, за троих. То есть, естественно, мы вас призываем голосовать только за Вячеслава Мальцева. Чтобы не размывать. Да-да-да, не потому, что мы там против кого-то, там есть, может быть, другие уважаемые люди, но мы не хотим, чтобы на наших плечах поднимались какие-то другие люди. Но это просто банально несправедливо и нечестно, потому что, ну, в общем-то, нам никто так активно не помогает, скажем так, да, и мы не видим причин помогать кому-то другому. Поэтому мы вас призываем голосовать за Вячеслава Мальцева, там можно будет проголосовать за одного кандидата, Но, в общем-то, кандидат вам известен. Да, спасибо большое, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось 535 дней. И подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш запасной канал. И обратите внимание, что реквизиты у нас там поменялись. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.